Банкиры просит Центробанк подумать о дополнительных экстренных мерах, чтобы снизить влияние резкой девальвации на стабильность банковской системы страны. Об этом говорится в письме Кальвири Набиулиной. Его направил президент Центробанков России Анатолий Аксаков. В частности, он просит регулятор вернуть льготный валютный курс для расчета нормативов, сохранить возможность реструктуризировать суды без снижения оценки их качества. И как мы только что выяснили, еще не все. Потому что, Анатолий Анатолий Анатолий, я приветствую вас, благодарю за то, что вы с нами. Вот то, что вы мне озвучили, зафиксировать валютный курс, поясните. Ну, прежде всего, я хотел бы отметить, что денег никто не просит. Дополнительно, там, какой-то финансовой подпитки, поддержки. Да, это бесполезно. Да, ну, может быть, не бесполезно. И можно было бы попросить. У некоторых банков, очевидно, могут быть проблемы с ликвидностью. Но, в целом, система устойчива. Но показатели, формальные показатели, которые утверждает Центральный банк, банки обязаны соблюдать. Есть показатель достаточности капитала, есть показатель риска на одного заемщика. И вот этот показатель меняется в связи с падением курса рубля. Поскольку все показатели рассчитываются, нормативы, в рублевом выражении, то, соответственно, кредит, выданный в 100 миллионов долларов, какому-то заемщику, а до 2015 года многие давали такие кредиты, он вырастает в два раза и даже более, вот в течение полутора лет или даже менее одного года. То есть, это проблемы валютных ипотечных заемщиков практически получаются? Ну, в определенном смысле так. И получается, что вот этот норматив начинает не соблюдаться. Норматив риска на одного заемщика. Если по прежней ситуации кредит, выданный в 100 миллионов долларов, мог составлять 13% кредитного портфеля, и это вполне приемлемая цифра, то сейчас это более 25%. Соответственно, нарушаются так называемые показатели Н6, норматив Н6, норматив риска на одного заемщика. Вот из этих только соображений мы обратились в Центральный банк с тем, чтобы зафиксировали курс рубля на определенной величине, для того, чтобы не сдерживать кредитование экономики по чешку. Не для того, чтобы там банки устойчивыми были, чтобы они как-то там жили припевающе. А именно, если не зафиксировать курс рубля на определенной величине, то, соответственно, банкам придется сокращать количество кредитов предоставленных, активов. А они и так практически не принесли? Они растут, да, очень медленно, на 5% в прошлом году. И вот это все будет сдерживать кредитование экономики. Для того, чтобы это не происходило, сокращение кредитования экономики, мы предложили соответствующий мир. У наших банков есть филиалы в Кишиневе много? У нас там есть представительство, есть банк ВТБ, начальник ВТБ. Вот, видите, Костин в Довосе ничего не знает, может быть, хоть от нас. Горячая ситуация, там сейчас штурм, продолжается штурм здания парламента. Вы видите, вот, практически в режиме онлайн. Начали, как мне сообщают, уже начали разоружать полицию протестующие. Я напомню, протест происходит вокруг назначения господина Филиппа премьером этой страны. Я в прошлом году был в Молдавии, очень дружелюбно к России относятся. Жаль, что там все неспокойно. Дружелюбно к России? Ну, по крайней мере, я почувствовал дружелюбие. Да, назначение и парламентское большинство, кстати, было одобрено, как нам сообщили из Молдавии, и госпожой Нуланд, и другими господами из... Ну, я не знаю об отношении политиков, но то, что рядовые граждане на улице, там, где я не заходил, общался очень доброжелательно. Ну, вот видите, нужно было очень серьезно разозлить гражданам Молдавии, чтобы до этого дошло. Мы держим руку на пульсе. Давайте возвращаться в студию к нашей ситуации. Антон Геннадьевич, ну, как-то вот, смотри, экстренные меры, да, и... Слово экстренные, наверное, неудачные. Вот этого, может, не надо было. Здесь, скорее, имелось в виду, чтобы быстрее принять это решение, опять же, для того, чтобы не сдерживать кредитование экономики. Скажите, вот это возможно, вот то, о чем вы просите? То, что я сказал, уже применял с Центральным банком с конца 2014 года, они приняли соответствующее решение и действовали до конца прошлого года. Ну, видимо, Центральный банк решил, что ситуация под полным контролем, что рубль стабилен, и, соответственно, сейчас нет причин для того, чтобы вот эти меры применять. На самом деле, мы, кстати, предлагаем применять эти меры только к тем кредитам, которые были выданы до 2015 года. До 2015 года. До 2015 года. Их действие должно закончиться. Вот эти кредиты закончатся, они все равно, их срок заканчивается, да, их обслуживают. В принципе, может быть нормально, в большинстве случаев нормально обслуживают. Соответственно, как только они исчерпают себя, и эти меры сами тоже станут бессмысленными. Принятие решения связано ли как-то с продолжающейся девальвацией? Только с девальвацией. Это как раз связано с девальвацией, поскольку эти кредиты... Да, вот я имею в виду принятие решения Центробанком связано ли с продолжающейся девальвацией. То есть, Эльвира Набиулина говорит, курс близок к фундаментальным значениям. Мы ничего, мы вот из Лазиев сегодня предлагаем. Центробанк обязательно выйти на рынок с интервенциями и задействовать резервы для того, чтобы стабилизировать курс. Эльвира Набиулина говорит, нет, все нормально к фундаментальным значениям. Мы близки по курсу. И поэтому я вас спрашиваю, вот если Центробанк не собирается вмешиваться в ситуацию, девальвация будет продолжаться, примет ли он в этой ситуации те решения, которые вы просите? Я так понимаю, что решение-то принималось в конце прошлого года, когда ситуация была более-менее стабильная, и такой, скажем так, понижательной тенденции, быстрой, не было с курсом рубля. А сейчас Центробанк видит... А вы сейчас считаете, что ситуация нестабильна? А сейчас ситуация уже все-таки изменилась, и рубль девальвировался с конца прошлого года уже процентов на 10, как минимум. И, соответственно, Центробанк, на мой взгляд, на это должен обратить внимание. Каким образом? Ну, он же видит, что рубль уже 80... 82 практически. 82 за доллар. Еще пару месяцев назад он был 65-63 даже. А что должны были сделать? Да, просто зафиксировать те же самые меры, которые были предприняты в конце 2014 года, сейчас повторить в усеченном виде. Только в связи с передоцемкой рубля по отношению к иностранным валютам. И я бы посмотрел на все-таки... Это что касается банковских инструментов, да? Или зафиксировать курс вообще? Нет, нет. Это касается только нормативов. Для расчета нормативов. Я имею в виду зафиксировать курс только для расчета нормативов, чтобы не издерживать кредитование экономики. Вот предложение. Оно очень простое, разумное, на мой взгляд. И Центральный банк вполне может это сделать. Если экстренные меры не последуют, то что? Ну, ничего страшного не произойдет. Для банков это точно. Они будут спокойно работать, будут сокращать, конечно, количество активов для того, чтобы вместиться, войти в нормативы Центрального банка. Ну, и, очевидно, они не будут уже... Будут сдерживать свою кредитную активность. Еще больше, чем это было прежде. Вот если вы так считаете, вот если вы просите в такой тональность, я так полагаю, что ничего не дадут. То есть, если говорить, что это все, это все, это крах, вот тогда может быть... Ничего не произойдет. Вы знаете, ничего не произойдет, но и, учитывая, что у нас спад в экономике, учитывая, что... А Центробанк не отвечает за экономический рост у нас? Центробанк все равно своими инструментами должен способствовать экономическому росту. И это прописано, кстати, в законе, что он должен создавать условия для экономического роста. Одно из условий экономического роста – это кредитование экономики. Если эти меры не будут предприняты, значит, банкиры не будут кредитовать экономику. Значит, экономический рост будет под вопросом. Ну, уж, коли ваши просьбы в какой-то мере созвучны чаянием валютных ипотечников, вот в этой плоскости что-либо стоит ли ожидать? На самом деле, решения достаточно простые. Я об этом в вашей студии много раз говорил. Они остаются теми же. Да, часть риска валютного должны были взять на себя валютные заемщики. Они рисковали, они занимали в валюте. Часть риска должны были взять на себя банкиры. Они тоже рисковали, выдавая валюте, понимая, что это все-таки не рублевый кредит. А часть должен был на себя государство? А часть государства, не центральная банка, а государство. И оно, кстати, выделило 4,5 миллиарда рублей. И через АИЖК эти деньги должны будут задействованы. Но, к сожалению, та схема, которую там запустили, она неэффективна. Она не заинтересовывает ни банки, ни валютных заемщиков. Просто надо сесть, разложить все эти цифры. Там 4,5 миллиарда вполне достаточно для того, чтобы полностью регулировать проблему. Вот вы бы, может, посадили бы их всех, кто должен сесть, и каким-то образом заставили решить эту проблему. Сажали. Лопается барабанная перепонка, потому что люди, которые сидят там, у нас в режиссерской группе, в середине есть некоторые люди, которые занимаются в валюте. Но они согласны с вами? Волосы стоят... Они согласны? Они с вами согласны, абсолютно. И я согласен с вами. Желаю вам удачи. Вам тоже успехи. Спасибо, что приехали. Всегда рады вас видеть.